Итак, мы продолжаем читать книгу нашего учителя Равицка-Казильбера, которая называется «Чтобы ты остался евреем». Итак, на прошлом уроке мы, скорее, беседе, на прошлой беседе, мы читали отрывок, который Равицкак нашел в журнале «Наидыш» про своего прадедушку. Рава города Люцина, Рава-Нафтоли. И вот семейная хроника. После смерти Рава-Нафтоли, раввином города Люцина, стал его старший сын, Рава-Арон Зелек-Циуни. А второй сын Рава-Нафтоли, у него было три сына, Рав Ицкак-Циуни, в 36 лет возглавил общину города Режицы, сейчас ее называют Резекне, и стал Режицер-Ребе. Было это в середине XIX века. А его сын Рав-Бенцион – это мой отец. Я знаю про своего дедушку только по рассказам. Говорили, что целый день он проводил в синагоге, всегда в Большом Толите, в Тфелин. Он снимал их только с заходом солнца. Так делал Гаон из Вилья. В общине Режицы было немало ученых-евреев. И обычно дед предлагал им выслушать тот вопрос, к которому к нему обращались в синагоге людей. После того, как он выяснял мнение знатоков по этому вопросу, а потом высказывал свое. Он и сыновьям своим завещал поступать так же, и так написал завещание. Должен сказать, что мой отец следовал всегда этому его указанию. Помню, так пишет Равыцкак, в годы Второй мировой войны был суровый голод, и отец разрешил евреям казанской общины некоторые облегчения. Что это значит? Это некоторое смягчение правил выполнения той или другой заповеди, а наоборот, хумра – это устражение. И вот в Песах отец разрешил печь мацу. И ашкенастским евреям есть горох и другие бобовые. Это свое решение он обсудил и принял в присутствии двух раввинов, которые были тогда проездом в Режице. И вот то, как он управлял своей общиной. В пятницу, перед заходом солнца, проходя в синагогу мимо еврейских лавок, Режицер всегда следил, чтобы лавки были закрыты до начала субботы. Равыцкак вспоминает, что он встретился с одной женщиной, которая гостила в то время в Режице. Она описывает такую сцену. Стоит она на тихой вечерней улице, близится заход солнца, и вдруг начинается страшная суматоха. Все спешат, суетятся, галдят, лавки закрываются, только ставни хлопают. Она спрашивает страхи, что происходит, что случилось? А ей отвечают, Ребица ли идет? Люди издалека приезжали к Режице Ребе за советом. И все пересказывали случаи, когда невнимание к словам Ребе кончалось очень печально. Его и любили, и боялись. В народе всегда рассказывают историю о таких мудрецах. О моем дедушке тоже рассказывали. Два таких рассказа я приведу. Накануне субботы евреи идут в Микву. И вот случилась ссора, и один дал другому пощечину. А этот был Меламедом, учитель, который обучает детей Торе. Ребе находился там, увидел это и воскликнул, «Рахмонес, Иден, Иден, Рахмонес!» Евреи, пожалейте, дайте ему сдачи, ну поскорее! Но никто этого не сделал. В тот же вечер этот обидчик Меламеда подавился во время субботней трапезы и умер. Тогда евреи поняли, о чем просил Ребе. Если бы этому человеку, который ударил Меламеда, тут же вернули пощечину, он бы избежал более сурового наказания. А вторая история про парикмахера. Она требует некоторого объяснения. Наш закон запрещает бриться опасной бритвой. То есть евреи, если они хотят снять бороду, они должны бриться особенной специальной машинкой. И все в городе придерживались этого правила. Но вот один еврей открыл в Режице парикмахерскую и стал брить опасный лезвие. Режице Ребе Равицкак вызвал его к себе и предупредил. Слушай, дорогой, это запрет истории. Пожалуйста, делай как-то по-другому. Тот пообещал, но прошло некоторое время и стало известно, что он продолжает брить евреев опасным лезвием, потому что, конечно, лезвие бреет чище тогдашних машинок. И на это у него был спрос. Ребе опять его вызвал и сказал, сын мой, ты же мне обещал. А парикмахер возражает, Ребе, ну мне же нужно как-то зарабатывать на жизнь, если я не буду так брить, что я буду есть? И тогда Ребе сказал, а когда есть, что есть, что из того? И больше ничего не добавил. Вскоре у этого парикмахера обнаружилась злокачественная опухоль, ему давали лучшую пищу, но есть он уже не мог. Евреи из Режицы рассказывали мне, что один из них еще мальчиком он любил следить за этим таинственным Ребе. Однажды он видит Ребе Ицеле, как всегда, в Талисе и в Твелин, идет по улице и вдруг сворачивает в узкий переулок между домами. Что-то там делает. Мальчик дождался, пока Ребе уйдет и заглянул в щель. Там лежала собака, а возле нее щенят. Ребе приносил ей еду. как-то в Казани Раврицх говорит, мне помнится улица Авражная, на которой мы тогда жили. к нашей соседке Гуревич приехала в гости ее мать. Я с ней разговаривался и сказал, что отец моим родом из Режицы. Из Режицы, где был великий Реб Ицеле, восникнула она, о, он спас жизнь моей матери и рассказала такую историю. Весенним утром ее мать выстыра в белье пошла, как обычно, как тогда делали в то время, на реку, чтобы пополоскать белье. Когда она проходила мимо синагоги, оттуда выбежал служка и окликнул ее. Реб Ицеле просит тебя подождать. Она стояла минут пятнадцать, двадцать, наконец-то вышел шамаш и махнул рукой. Можете? Женщина удивилась, зачем стояла, зачем ее задержали. Но когда она пришла на реку, то глазам своим не поверила. Обычно женщины вставали на такой мосток и там полоскали. Мостков не было и в помине. Было половодие, их снесли. Пока женщина ждала у синагоги пятнадцать минут, в это время это и произошло. А если бы она, не дай Бог, стояла на мостках, чем бы это кончилось? Реб Ицеле был женат вторым браком на Хаве, дочери Рава Йоселя Креславера, который был великим мудрецом и большим каббалистом. В первом браке у него было несколько дочерей и сын Рав Довид, а во втором три дочери и сын, который родился в 1885 году, когда дедушке было уже 60 лет. Вот этот сын, младший сын Рав Ицеле и есть мой отец. Дедушка Раб Ицеле был первым учителем моего отца Рава Бенциона, а затем отец учился в Яшиве Слободка и у своего деда со стороны матери Рава Йоселе Креславера. Раб Ицеле умер в 1900 году в возрасте 75 лет. О последнем дне жизни Раб Ицеле Ицеле моему отцу рассказал один еврей из Режицы. Раб заболел. Его лечили в Варшаве, но безуспешно. Он возвращался из Варшавы курьерским поездом. И хотя курьерский и скорый поезд, Раб Ицеле в пути все время твердил, ну гихер, 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 быстрее, быстрее. Поезд и впрямь прибыл на станцию раньше обычного времени. Ребе успели принести домой, и он скончался в своей постели. Я вспоминаю одну историю, которую рассказывает один раввин про Равыцкака. Его попросили привезти Равыцкака на свадьбу. И он пришел в 7 вечера к нему домой. Равыцкак сказал, нет, сейчас я не могу, у меня урок в синагоге. Он пошел в синагогу, это в его районе, Санедрия Мурхевет, провел там урок, через час он вернулся. Этот раввин говорит, ну едем, как я могу ехать, посмотри, здесь же люди. И с одним он говорил на кухне, с одной женщиной в комнате, так далее, уже около 9 часов вечера. ну сейчас мы едем, как я могу ехать, меня ждет женщина в Гело, быстро. Они поехали в Гело, где-то в районе 10, когда они возвращались и должны были ехать, Равыцкак все время ему говорил, ну гихер, гихер, быстрее, быстрее. В районе 10 они оказались на той хупе, которую должен был провести Равыцкак. Три часа его ждали и жених, и невеста, и гости. Так вот это гихер, гихер, быстро, быстро, это то, что он выучил от своего дедушки. Сейчас Равыцкак рассказывает про своих родителей. Моя мать Лея Гитл родилась в Литве, в городе Рагува, Поневишской области. Ее отец Рав Мойша Мишел Шмуэль Шапира был очень большим еврейским мудрецом, автором многих книг. Мои родители поженились второго томуза 1914 года. Новобрачные получили множество поздравительных телеграмм от великих рабинов того времени, в том числе от Орса Меха, от Мейросимка Издвинска. И кажется, Равицкак никогда не говорил точно, кажется, от Хофетскаема, так как они знали и отца невесты, и, скорее всего, знали про великого мудреца, отца Равицкака, Равбенциона Зильбера. После женитьбы отец преподавал в Режицком отделении Ишива-Слободка. Вы понимаете, что преподавать в Ишиве нужно быть великим мудрецом. Ну вот, началась Первая мировая война. Удивительная вещь. Настоящая фамилия Равицкака Циюни. Ну вот, его отец, чтобы его не призвали в царскую армию в 14-м году, он находит какой-то документ и вместо Циюни становится Зильбером. Равицкак рассказывает, что когда он приехал в Израиль, он подумал, что может быть стоит вернуть его настоящую фамилию Циюни. А потом подумал, что люди, с которыми я был знаком в Казани, в Ташкенте, в России, знают меня как Зильбера и не смогут найти под другой фамилией. И я оставил фамилию Зильбер. Живя в Режете, отец поддерживал близкое знакомство с великим Равом Мейерсимхой Акойным, Равином Двинском. Вы знаете, для нас скорее это привычно Даугавпилс. Так великий Орсамех, он составил книгу Мешех Хохма и отца Равицкака он называл Майнкинд, мой сынок. И вот в самом начале войны они ненадолго оказались вместе. Я думаю, что это произошло в Режице, но я точно не знаю. И туда же приехал мой дед Равмойши Шмуэль Шапира. Кончалась утренняя молитва, синагога опустела, а они сидели втроем. Автор Орсамеха. Его так и называли по названию книги. Мой дед Миша Мишел Шмуэль Шапира и мой отец учили Талмуд с утра до полудня, забыв про еду. Так же поступал мой отец и в Казани, когда сразу после утренней молитвы садился учиться. Имя Орсамеха Мейр-Симхи, Рава Мейр-Симхи, я слышал в доме с самого детства. Но историю, которую я сейчас приведу, мне рассказал очевидец, мой сосед Давид Киль. И эту историю я уже услышал в Израиле. А потом я прочел это в книге, которую составил первый руководитель Мусада Израильской внешней разведки Исер Арель. И эта его книга называется «Безопасность и демократия». Так что у этого события, как минимум, есть два свидетеля. Авторе написано «Альпиштеи дим якум давар». На основании двух свидетелей встанет эта вещь. В дни, о которых говорится, Исер Арель, будущий глава израильской разведки, был подростком. И вот то, что он пишет в своей книге воспоминаний. В тот год случилось так, что в верховье Двины неожиданно и раньше обычного времени началось таяние льда и снега. В то время, как, начиная от самого Двинска и далее до Рижского залива, было еще очень холодно. Вода, образовавшаяся в результате таяния снега, устремилась в Рижский залив, но встретила на своем пути неожиданно мощную ледяную преграду. И вода начала стремительно пребывать. Бушующая река и огромные глыбы льда причиняли по своему пути страшные, ужасные разрушения. Многие прибрежные деревни были просто сметены этим потоком. А мосты через Двину разрушены до основания. И вот эта ревущая вода приступила к штурму большой дамбы, окружавшей Двинск и защищавшей его. И вот над городом нависла реальная угроза гибели. Утром в Шаббат положение стало просто отчаянным. С минуты на минуту вода должна была либо выйти из берегов, либо прорвать дамбу. Рассказывает Исер Арель про то, что его отец не знал, что предпринять. Остаться с семьей в этот опасный момент или идти в синагогу на утреннюю молитву, чтобы присоединить свой голос к голосу всей общины. Ведь все собрались в синагоге и молились, и произносили псалмы, чтобы отвели эту опасность от города. Наконец он решился и отправился в синагогу. А я присоединился к нему. В самый разгар молитвы, которая была как никогда взволнованной и прерывалась плачами, отчаянными воплями, в синагогу ворвались евреи со страшной вестью. Еще немного и весь город будет сметен, уничтожен. Равмеер Симха, облаченный в талит, поднялся со своего места и направился в сторону дамбы. И вся община в своих субботних талитах последовала за ним. Рав поднялся на дамбу и начал молиться о спасении города. И вдруг в тот самый момент, когда Рав стоял углубленный в молитву, лед треснул. Ледины зашевелились, зашумелись и двинулись к низовью реки. И в этот момент вода на глазах начала спадать. Все жители города, в том числе и христиане, а среди них были заядлые антисемиты. ни на миг не сомневались, что чудом спасения они обязаны великому рабину евреев. Сам Рав Мейер Симха, конечно, не рассматривал себя в качестве какого-то святого чудотворца. Он просто просил творца о милосердии. Рассказ моего соседа Давида Киля совпадает с этим описанием руководителя внешней разведки Израиля точно слово в слово. Он только добавляет, что городские власти призвали на помощь всех, кого можно. В городе христиане непрерывно служили молебны, но вода продолжала пребывать, ее не могли остановить. Тогда латвийские власти официально обратились к знаменитому раввину Орсамех. Он пошел к реке с книгой Псалмо Тиелим, помолился и наводнение остановилось. Равицкак пишет, что это было великое освящение имени творца Киду Шашем. А когда в Латвии в 18-м году к власти пришли советы, они продержались только год. Рава арестовали и хотели расстрелять из-за того, что он был великий мудрец и знаток Торы. Газеты поспешили сообщить, что Рава расстреляли. Но сообщение оказалось сложным. удалось доказать, что Рав Мейер Симха, великий Орса Мех, все-таки ближе к беднякам, чем к бружуям. А в 1926 году, когда Орса Мех умер, одна из центральных советских газет, кажется, известия, Равицкак не говорит, точно известия, поместила сообщение. Умер известный Равин. Это единственный известный мне случай, когда советская печать упомянула о смерти религиозного авторитета. Вы знаете, я думал, почему такой успех этой книги, почему эту книгу перевели на столько языков, почему по ней издают работы, контрольные работы, семинары для религиозных девушек. Это свидетельство. Сам Равицкак говорил, что мы скоро будем праздновать праздник Ханукова. Как малочисленных победили многочисленных, необученные, обученные праведников, злодеев. Но ведь эти страшные постановления Антиоха, Пифана, перед всего несколько лет, пока не было поднято восстание, и тринадцать человек они его начали. Матикяо бен Йоханан, его пять сыновей и близкие родственники. Но они сумели восстановить жертвенник в храме, они вернули власть еврейского народа, как пишет Рамбом, на двести лет. Но он говорит, гонение греков это было всего непродолжительный период. А советская власть длилась больше семидесяти лет. И из других стран можно было выехать, а оттуда не отпускали. В этом большом соц. лагере, где вера была под запретом. И вот в этой стране безверия Рабицкак описывает всех тех людей, которые хранили Тору, хранили веру и даже передавали ее своим сыновьям. Но самое поразительное то, что когда Рабицкак приехал в Израиль, поразило великих мудрецов поколения, что он не только сохранил веру, но он еще передал знания Торы своим детям. Его сын, когда пришел на экзамен в Ишиву-Мир, Раббен Цион, он знал наизусть несколько седеров, то есть седер Низикин, седер Нашин, и когда Раб спросил, учил ли он такую, такой, трактат, он сказал, нет, не учил, у них не было просто этого Талмуда, и он увидел, что Рабхайм Шмулевич заплакал, и он понял, что его не принимают в Ишиву из-за того, что он не знает этого трактата, и он сказал, я подготовлю, я возьму, чтобы не устроили еще экзамен, а Рабхайм Шмулевич, великий мудрец, который прошел с Ишивой мир, изгнание в Японии, в Шанхае, сохранили Тору для послевоенного поколения, он плакал, когда он увидел этого еврея, которого отец обучил Торе вот в этом страшном советском соцлагере, где на каждом углу была написана религия, опиум для народа. Это урок. Рабхайм рассказывает про других людей, но как он рассказывает про них, тогда это то, что говорят наши мудрецы. Скажи, кого ты хвалишь, и тогда мы поймем, кто ты. мудрецы. Спасибо. Спасибо.